Пока готовился этот сюжет, служба внешней разведки Украины обратилась в Конституционный суд с просьбой растолковать некоторые положения закона и люстрации, иначе это приведет к нарушению Конституции и прав граждан. До этого генпрокурор Ерема заявлял, что некоторые нормы закона не отвечают Конституции Украины и международному праву. И вот реакция оппозиционного блока. Власть в лице Кабинета Министров, которая сама же развязала войну, уничтожила экономику, уничтожила десятки людей, судьбы их, топчется по ним. Она сегодня же проводит люстрацию. Эта люстрация не работает. Я хочу вам сказать, что мы защитим абсолютно всех, кого эта власть незаконно сегодня унижает, над которыми издеваются. И они сами будут проиллюстрированы. И в первую очередь, я считаю, что должны уйти те, которые развязали войну, уничтожили нас, как нормально развивающееся государство. Поэтому я хочу вам сказать, эта люстрация закончится после выборов. А люстрировать начнут вот тот Кабинет Министров, который привел нас на грань трагедии. Должно быть ощущение общества. Оно должно быть одинаковое для всех. И начинаться оно должно с головы. Первые под люстрацию должны пойти Сынюк, Турчинов и Ижи с ними. Вопрос в том, что те, кто должны были первые быть люстрированы, те сегодня руководят люстрацией. Сегодня тупчатся по судьбам людей и считают, что это ничего, зато наберем лишний процент. Ничего они наберут, ничего этого не будет. И я хочу, чтобы они запомнили. То, что они творят сегодня в стране, безнаказанно для них не пройдет.